Я села в автобус, на гостинице «Калининград» сел человек и начал рассказывать о том, что ему требуются деньги на помощь дочери, на операцию. Но у меня была информация, что этот портал, куда он адресует всех людей, он является мошенническим, о чем я ему сказала. Екатерина – координатор в благотворительном фонде. Мучения тяжело больных детей она видит постоянно. Поэтому возмущение затмило все ее чувства. Екатерина вывела мужчину из автобуса и позвонила в полицию. Лжеволонтер отреагировал очень спокойно. Если изначально он еще мне рассказывал, что он отец, у него болеет дочь, то потом он по-честному сказал, что вы все равно никак не сможете повлиять на это. И я просто вот сейчас сяду в следующий автобус и поеду дальше, буду делать то же самое. Мужчина рассказал, что в 2009 году уже был судим за мошенничество. В последнее время его часто видели в калининградских автобусах. Сайт, на котором якобы размещена вся информация о нуждающейся в пересадке сердца девочки, уже не работает. Но в интернете сохранились скриншоты. Заработать на чужом несчастье несложно. Достаточно распечатать небольшой плакат с фотографией любого человека. Неважно, реально нужна ему помощь или нет. Придумать диагноз – и все. Можно объявлять сбор помощи. Спасибо. А почему вы мне помогли? Ребенку. А вы не боитесь, что я деньги не передам? Я привыкла верить людям. Почему вы мне помогли? Ну я в общем-то, что помогу я все время. А вы не боитесь, что я не передам деньги? Нет, не боюсь. Это на вашей совести будет. 100, 200, 300, 350, 60 и мелочь. За 20 минут мы собрали около 400 рублей. Надо сказать, что герой наш невымышленный. Все деньги мы сейчас передадим Евгению. Про Евгения Моисеева мы уже рассказывали. С помощью телезрителей Первого городского семья сумела оплатить операцию. Потребовалось 135 тысяч рублей. Операция дала небольшие осложнения, но Евгений не отчаивается. Старается как можно меньше пользоваться инвалидной коляской и в ближайшее время надеется поехать в реабилитационный центр. Я ем сам, а вот уже, допустим, чтобы сам одеться, пока еще сам себя обслуживать не начал. Если бы не помощь неравнодушных на операцию для Евгения, Моисеевы бы не собрали. Помогая тем, кто действительно нуждается, важно быть уверенным, что деньги дойдут до адресата. Доверяй, но проверяй, говорят юристы. Самое основное условие, что это должен быть настолько прозрачный сайт, настолько прозрачный фонд, чтобы все его данные могли проверяться вплоть до того, что даже каждый ребенок, который попадает в благотворительную эту организацию, он должен... Контакты хотя бы как минимум этого ребенка, его родители должны присутствовать. После того, как деньги отданы мошенникам, вернуть их практически невозможно. Закон четко различает понятие «дар» и «пожертвование». Последнее подразумевает целевое использование, а это значит, что в любой момент можно узнать, как все-таки распорядились деньгами. Дар – это любое наше пожертвование, которое никак не зафиксировано. То есть у нас нет ни расписки от этого человека, мы переводим деньги ему на счет мобильного телефона или на интернет-кошелек. То есть фактически наше пожертвование становится даром. Поэтому требовать что-то с этого человека мы больше не вправе. Настоящие волонтеры деньги в общественном транспорте не просят. Благотворительные фонды зарегистрированы как юридические лица. На их сайтах можно найти адреса, телефоны и номера счетов. Основной принцип работы таких организаций – прозрачность. Если же этого нет, стоит насторожиться. Вполне возможно, что в автобусе просит денег на лечение очередной сын лейтенанта Шмидта. Ольга Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город.